Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хочу рассказать об одном из самых трагичных танковых боев в самом начале Великой Отечественной войны у населенного пункта Войницы, что на Западной Украине. Немцы же привязали это встречное танковое сражение к Александровке, где советскими войсками рано утром 24 июня 1941 года планировался удар по противнику. Ну а 19-я танковая дивизия, о которой и пойдет речь далее, опаздывала и прибыла к месту боя уже после полудня. В это время уже вовсю шло противостояние. Передовые немецкие части теснили 135-ю стрелковую советскую дивизию. Причем силы немцев ввиду подхода новых соединений постоянно росли, что не скажешь о наших. Поэтому только что подоспевшая 19-я танковая дивизия, имевшая на вооружении на 22 июня 1941 года 161 танк, из которых 122, устаревший Т-26 и еще 34 БТ, наносит удар, не имея передышки, прямо с марша. Причем, какая-то часть машин могла из-за поломок не участвовать в этом бою и быть захваченной врагом уже после. Но вернемся в день 24 июня 1941 года, примерно в 14.00. Только что сосредоточившаяся танковая дивизия в районе населенного пункта Пасека наносит удар по врагу в направлении войницы. И в ходе встречного танкового боя смогла потеснить его. А здесь стоит отметить, в этом направлении действовали части 13 и 14 танковых дивизий противника. Причем, как я уже упомянул выше, к месту боя подходили свежие соединения. Тем не менее, советские танкисты теснят врага и отбрасывают его на 5-6 км к 16.30. После чего, в районе высоты 228,6, советские части были контратакованы немцами. И за лесу по ним уже вела огонь немецкая артиллерия, шедшая по пятам танков и своевременно поддерживающая их нужный момент. Разгорелся тяжелый бой, из строя выходил один советский танк за другим, чадя черным дымом. Как итог, советские танкисты легли костьми на этом поле, задержав врага. В принципе, другого результата быть не могло. По сути, картонные устаревшие танки Т-26 были не противником для немецких трешек и четверок, выпущенных накануне Великой Отечественной войны. И если Т-4 было немного, то танков Т-3 с орудием 50 мм хватало. Таким в 13 и 14 дивизии был каждый третий танк. Ну и не надо забывать про артиллерию и пехоту, а также авиацию противника. Да, 19 танковая дивизия была разбита в своем первом же бою, выиграв драгоценное время для страны. Именно из этих минут, часов, дней будет формироваться фундамент будущей победы. А ведь у воинницы враг практически на сутки приостановил наступление. Также не могу полностью согласиться с мемуарами Константина Константиновича Рокоссовского, в которых есть жесткое высказывание о командире дивизии генерал-майоре Семенчика Кузьми Александровича, где сетуется на его растерянность и дезорганизацию. Начало цитаты. «Упаднический тон и растерянность комдива и комиссара полка вынудили меня довольно внушительно посоветовать им немедленно прекратить разглагольствование о гибели корпуса, приступить к розыску своих частей и присоединиться к ним». Конец цитаты. «Это так, но здесь стоит заметить, что дивизия сделала все, что могла и понесла колоссальные потери в ходе первого танкового боя, выполнив приказ и долг перед своей родиной». Так, на 29 июня 1941 года в строю 19-й танковой дивизии числилось 16 танков Т-26 и еще 6 орудия. Да, ситуация схожа с другими подобными частями, принявшими свой бой в июне 1941 года. При этом немцы отрапортуют о 156 уничтоженных советских танков в районе войницы Александровки. Не исключено, что часть их в бою из-за поломок не участвовала. А вот как командир 22-го мехкорпуса в докладе указал эпизод этого боя. В атаку были введены танки Т-26, старых 45 штук, бронемашины БА-10 12 штук, под общим командованием командира 37-го полка подполковника Бибика. Большинство этих танков было уничтожено противником и выведено из строя по достижению высоты 228,6 северни Каневичи. Далее остатки 19-й танковой дивизии продолжат сражаться и дальше будут наносить урон противнику. А ее командир Семенченко будет удостоен золотой звезды Героя Советского Союза 22 июля 1941 года, что в начале войны было большой редкостью. А 6 сентября 1941 года 19-ю танковую дивизию расформировали. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok